Ребятки, приветствую вас в Шереметьево, крупнейший аэропорт в России. Начиная с 6 марта отсюда начнет летать Airbus A350, самый современный пассажирский самолет. Аэрофлот два дня назад получил первый экземпляр и сегодня первый рейс Москва-Питер. Нам официально разрешили прямо здесь его поснимать. Ждем 20 минут и взлет. Так, собственно, что за самолет такой Airbus A350? Для тех, кто не в курсе, первый полет, прототип этого самолета совершил 14 июня 2013 года. 7 лет уже почти прошло, но тем не менее. Первый коммерческий рейс на этом самолете состоялся 15 января 2015 года. Компания Qatar Airways, они заказали больше всех самолетов сразу, прям под них в основном поначалу эти самолеты и делали. Так, кривяшки, внимание, внимание, смотрим налево. Прекламная пауза. Так вот, на марте 2020 года уже поставлены заказчиком, то есть собраны и летают 350 самолетов, между прочим, Airbus A350. Они выполнили более 440 тысяч рейсов. Дальность полета Airbus A350 составляет не менее 15 тысяч километров. Неплохо, да. И еще интересный факт. Самый длинный авиаперелет Сингапур-Нью-Йорк, 16 тысяч 700 километров, то есть на 1700 километров дольше, чем раньше у него заявлен, почти 19 часов, был совершен также на Airbus A350. Ну что там питерский, где уже? Ух, красавчик, как тихо, да? Красотища, пошел. Теперь ждем два с половиной часа до Питера и обратно. Ребятки, два с половиной часа спустя ждем. Появился, смотри, вон, третья полоса аэропорта Шереметьево сейчас сядет. Ееееее, первая коммерческая посадка A350 в Шереметьево. Красавчик, все побежали, побежали. Прямо сейчас этот рейс Питер-Москва, 3200 рублей, ну или Москва-Питер, имейте в виду. Едем смотреть, как его будут обслуживать. Поехали. Ух, ребяшка, вот он, на стоянке прямо у аэропорта Шереметьево. А борт назван в честь Петра Ильича Чайковского. Это первый Airbus A350-900 в парке Аэрофлота. Всего, Аэрофлот, доказал 22 таких самолета. Ну, сейчас говорят 10-15 минут, и разрешат подняться на борт, посмотреть эконом, комфорт и бизнес класс. Он там очень необычный. Зайдем в туалеты, все как обычно, посмотрим, ждем. Сейчас самолет прибирают, обслуживают, потому что он выполняет 4 рейса в день. Москва-Питер, Питер-Москва. Ах, ребяшки, поднимаемся, поднимаемся. Самолет теперь белого цвета. Это визуально самое главное отличие. Белый весь сюзеляж, а серп и молот, он остался, но стал меньше, намного. Многие недовольны, многие недовольны, говорят, но, так сказать, по нашему скромному мнению, все-таки выглядит он теперь свежее, новее, современнее. И лайк за дизайн, однозначно лайк. Ребяшки, добро пожаловать. Эконом. Компоновка 333. Ширина весла, так, ну-ка, вот сюда сядем, 45 сантиметров. Появился USB Type-C. Во, красота. Столик. Раз. Низковато, кстати, что-то как-то это, надо привыкнуть. Раз, два, три. А здесь самые большие в классе багажные полки. Пять чемоданов, если поставить на ребро. Раз, два, три, четыре, пять. Помещаем. Опа, светочка за цене. Красиво. Здорово. Идем дальше. Это у нас эконом. Идем сюда. Так, Space Plus. Ну, удобно. Удобный иллюминатор свой на Space Plus. То есть, да, если у вас карточка, золото, платина. Так, туалет. Раковина большая. Класс. Вот это красота. Еще один туалет. Вот такой вот, большой. Так, тут у нас что? Тоже столь же, тоже Space Plus. Это значит, эконом у нас за комфортом. Два иллюминатора. Вот этот Space Plus больше Space Plus. Лучше, однозначно. Здрасте. Очень чисто. Очень чисто. Как ковролин? Хороший? Да. Лучше? Новые. Новые? А он что, чем-то отличается, а кто? Садимся. И у нас здесь все мониторы. Мониторы все как обычно. О, смотри, монитор тонкий стал. Вот такой. Самый классный, конечно, новая система развлечений. Panasonic EX3 работает быстро. Самый, не тормозит. Комфорт. Ооо. Неплохой комфорт. Вот тут уже приятнее. Приятнее, да? То есть, если летите вдвоем, потревожили соседа, встали и вышли. Кресло довольно тоже широкие. Вот так. Ооо. Ну да поспать даже можно. Можно. Оттаманочка есть. Вот она. Вот снизу, пожалуйста. В комфорте еще есть, имейте в виду, розетки. Что-то как-то с эргономика туда, смотри. И как его оттуда вытаскивать? Пальцем? Не то, чтобы суперудобно. Бизнес-класс. Вот теперь такой бизнес на Airbus A350-900. Индивидуальные сьюты называются. Кабинки. Тут у нас только одно кресло окна. Это единственный такой момент, который всем, всех, мягко говоря, смущает. Кому-то не нравится. Явно. С девушкой полетели. Ну как? Вот одному только здесь сидеть. Если вдвоем, или она там сидит у вас, или вы сидите там вдвоем, и окно вам недоступно. Место роскошное. Ну, конечно, сорян, что мы так прямо в одежде, в жилетках, но время немного далее. Раскладывается в полностью лежачее положение. Здесь у нас шкаф для одежды. Огромный экран. Здоровенный монитор. Это что такое? Столик свой. Ох, ема. Вот это красиво. Смотри, докуда можно додвинуть. Лампочка. Розеточка. Все удобно. Можно вызвать стюардессу. Кнопочка. Здесь шкафчик. Крючок. Крючок. Фонарик. Билет до Питера. Эконом. Эконом. Стоит 3200. 3200 рублей в одну сторону, 6400 туда-обратно. Но если вы заплатите 32 тысячи рублей лететь 45 минут, но тем не менее 32 тысячи рублей, вы можете себе позволить долететь? Сейчас покажу как. А если вы летите в Гавану, на Кубу, в Нью-Йорк, в Лос-Анджелес, в Гонконг, можно, ребяшки, прокатиться вот так. Оу, ея. Я уперся ногами туда, полностью уперся ногами туда, лег, и у меня остается еще вот столько. Даже если вы метр девяносто, наверное, два-три, вам будет здесь вполне неплохо. 32 тысячи рублей и 45 минут в лежачем положении. До Питера? Пожалуйста. Короче, первые-первые А350 в парке Аэрофлота. Петр Ильич Яковский, красота. Красивый самолет, новый, удобный, роскошный, бизнес стоит дорого, но в этом случае он своих денег еще больше стоит. Имейте в виду 3200 до Питера. Эконом. 32 тысячи, в 10 раз больше у нас бизнес. Спасибо большое аэропорту Шереметьеву. Огромным респект и уважуха, что согласовали на все это мероприятие. Разрешили поснимать немножко быстро, сумбурно, но самый современный пассажирский самолет в мире. Airbus A350-900 наконец-то в парке Аэрофлота. 22 штуки будут скоро, пока что только один. Спасибо, что посмотрели, увидимся, пока.